Дай почитать. Решила методом, хорошо известным прекрасному полу методом тыка, понажимать все подряд кнопки на аппарате. Все бы ничего, но кнопки эти на машине времени. И одноклассники Миша и Оля понимают, что учительницу нужно искать в Палеолите. Но там живут, кроме наших предков, еще три вида древних людей. Страшно, еще бы, но еще страшнее Антонине Ивановне. Авторами познавательной и забавной книги «Дело пропавшей учительницы» или «Параллельное человечество Палеолита» являются Станислав Дробышевский, физический антрополог и популяризатор научного мировоззрения, кандидат биологических наук, доцент биологического факультета МГУ, автор многих книг, среди которых «Самое известное», «Байки из грота», «Пятьдесят историй из жизни древних людей». И Маша Рупасова, поэт и автор художественных книг для детей, некогда работавшая учителем русского языка и литературы. Кстати, «Происхождение человека» – первая ее работа, совместная с Дробышевским, в жанре нон-фикшн для детей. Они доказали, что их дуэт оправдан, легкость повествования и точность фактов плюс научная составляющая – итог совместной работы. Новая книга с забавными рисунками и путешествием во времени, удивительным умением авторов о сложном поведать увлекательно, правдиво. При этом книга способна одинаково увлечь как взрослых, так и детей. Все живо, познавательно, нескучно. Может, единственный недостаток – использование молодежного жаргона. Все же это дело ненадежное, невечное, и избежать этого можно было бы вполне. В целом, прекрасный образец детского научпопа. В данном случае – пантропологии. Да, и в последней 30-й главе Антонина Ивановна безо всяких узоров на лице займется своим профессиональным делом. 6+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать.